Новости Бурятии, Иркутской области, Забайкальского края, Калмыкии, Якутии, Китай и Монголии вновь в эфире. Это программа «Середина земли». В студии для вас работает Анастасия Москвитина. И сейчас я познакомлю вас с новостями из Приангаря за минувшую неделю. Здравствуйте! Фасады семи исторических зданий деревянного зодчества обновили в Иркутске. Такой косметический ремонт провели в рамках акции «Фасадник». Почти 500 иркутян приняли в ней активное участие. Как это было, расскажем в следующем сюжете. Почти 500 неравнодушных жителей Иркутска собрались, чтобы обновить в городе фасады памятников культуры. Это акция «Фасадник». В этом году она началась раньше, чем планировалась. На прошлой неделе в усадьбе Сукачева провели подготовительные работы по очистке фасада. А выходные занялись покраской. В этом добром общественном деле приняли участие работники музея, представители Министерства культуры, а также молодежных, общественных, коммерческих организаций и волонтеры. Мы предложили нашим организаторам культурной акции «Фасадник» вот такой проект. Этим летом попытаться по возможности подновить фасады усадьбы Сукачева. Но в знак того, что иркутяне помнят о вкладе Владимира Платоныча в благоустройство города Иркутского, ведь он потратил на Иркутск огромное количество личных средств, это такой для нас подарок был бы от иркутян, от волонтеров, в честь его юбилея. В этом году Владимиру Платоновичу Сукачеву, основателю и владельцу усадьбы, исполнилось 175 лет. Поэтому в честь юбилея очень значимого для иркутска человека, главы города и почетного гражданина, сотрудники музея решили организовать обновление фасада усадьбы. Да и здание давно требовало косметического ремонта. Кроме усадьбы Сукачева, в Иркутске обновили фасады еще шести исторических зданий. На улицах Свердлова 5, Чехова 7, Богдана Хмельницкого 12, дробь 1, Марата 37, 62, декабрьских событий 46 и 112Б. Горожане очень активно подключаются к этой акции, прикладывают усилия к приведению города в порядок и не ждут решения сверху, так скажем, о том, что за собственным домом, за домом, который стоит на твоей улице, нужно как-то ждать, пока кто-то его приведет в порядок, а ты сам можешь выйти, принять участие, покрасить этот дом. Люди, когда потом гуляют по улице, все говорят, что они уходят, и такие, о, а здесь мы красили, а здесь мы готовили, а здесь мы чистили забор. Это очень приятно. Акция проводится с 2017 года, и за это время силами ни одной тысячи иркутян приведено в порядок 145 зданий. По каждому сооружению были получены рекомендации от службы охраны объектов культурного наследия Иркутской области. Организаторы акции отмечают, что ее популярность и желающих в ней участвовать растет с каждым годом. Сейчас уже принимают заявки для реализации в 2025 году. Они выходят ежегодно на эту акцию, чтобы поддержать, приукрасить те дома, возле которых они ходят каждый день, когда идут на работу или домой, на которые они обращают внимания своих детей. И поэтому эта акция объединяющая, она очень важная именно для осознания самого себя в этом городе, в этой среде, в Иркутске и сопричастности к этому общему доброму делу. Малена Мартынова, Артур Рощупкин, Сердина Земли, Иркутск. Это были новости Иркутской области. Увидимся уже на следующей неделе. Я с вами прощаюсь и передаю слово коллегам из Читы. Спасибо коллеги. Приветствуем зрителей информационной программы «Середина Земли» в студии телеканала РТК «За Байкалье» Анна Бородина. Сегодня мы расскажем вам о событиях, произошедших в нашем регионе за минувшую неделю. Три фестивальных дня, как короткое путешествие в уникальную культуру семейских. Достать билет можно только один раз в два года, а того и праздник выдается с особым размахом. В село Красный Чикой в восьмой раз съехались носители традиций со всей страны. В пестром хороводе из песен, частушек, танцев и игрищ закружилась и наша съемочная группа. Местная глина – материал с претензией. Тепло и усердие человеческих рук и бесформенный кусок постепенно обретает очертания кувшина или нового горшка. Так и с фестивалем. Семейская круговая за все восемь лет своего существования лепилась исключительно вручную. Нюнька! Но дева ничего не поймал. Куда делся? Вот только корову подавила, пока курей кормила, пока еще и шарлей. Он куда-то делал? Провалился, как сквозь землю. Нюнька! Когда на сцену выходит Чикаяни, сложно разобрать, игра или все-таки жизнь. Сценарий церемонии открытия даже сочинять не пришлось. Диалоги у заваленки, запевки – не реквизит. И морковь с грядки – все настоящее. Каждый год фестиваль набирал. Увеличивалось число участников, увеличивалось число мероприятий. И мы вообще стараемся, каждый фестиваль, чтобы имел какую-то свою изюминку, чтобы он отличался. В позапрошлом году на фестивале у нас было поставлено два рекорда, которые вошли в книгу творческих рекордов за Байкале. Это вот большая дорожка и семиметровый пирог черемуховый. И в этот раз не обошлось без рекордов. Живая двухметровая матрешка – рушник гигантских размеров. И как в сказке – черки-скороходы на человеческой тяге. Ну чего только не придумают. А вот добыча кедрового ореха осталась в Чукове, как и сто лет назад. Уникальная технология с колотом, ручной дробилкой, отгрохачиванием лишнего мусора и в этом году вошла в каталог нематериального достояния России. А это уже другое достояние фестиваля – песенный конкурс «Наше наследие». К его участникам, а это больше тысячи человек, в этом году особое внимание. Вместе с номером жюри впервые оценивает и подлинность костюма. Был такой период советский, когда они просто лежали в сундуках у бабушек и никто как-то на них не обращал внимания. Ну а теперь вот я сама тоже хожу в ансамбль и сама себя украшаю, радую, вспоминаю своих прапрапрабушек, которые были такими вот кукобливыми. Кукобить – это значит приобретать, экономить, беречь, передавать. Кукобить. Не просто сохранить, а попробовав однажды полюбить, приумножить и поделиться умением, как главной семейной драгоценностью. Все это уже про участников деревни мастеровых. Все они такие разные и каждого хочется слушать часами. Кичка – это корона, это символ замужества, символ женщины, которая при муже, и только при муже, и больше нигде. Брали у кого-нибудь для венчания кичку, у женщины, которая счастливо жила в браке, брали вот эту кичку, наряжали, косу одну расплетали, заплетали, две укладывали. И вот все, вот под такую шапочку, и нигде, чтобы волос не было, не видно, надевали, надевали красивый кокошник новый. И все, и вот она до конца своей жизни кичку и носила. Ну, половики – это на пол, как всегда. Это вот традиционный и настоящий, настоящий, который не из шерсти, а из тряпочек сделан. Кстати, который у меня, бабушка моя откала, у меня дома те половики. Мы ходим, мы стираем их в машине, и ничего с ними не делается. Они вечные, хотя сделаны из старых, из ветошек. Ансамбль из Иркутской области на фестивале впервые. И руководитель Виктор Бондарь едва успевает собрать всех на общую репетицию, и причины вовсе не в хромающей дисциплине. Место, надо сказать, обалденное здесь, очень хорошее место. Детский лагерь – это так прекрасно. Мы только отошли, вот здесь грибов набрали, вы понимаете, нет? Вообще семейские удивительные люди, конечно, у них свои традиции, нам очень нравится это. Наша жизнь такая, скажем, суровая, она по некоторым примерам, по некоторым даже странам, видимо, она катится в какую-то другую совсем сторону. Не в сторону семьи. Слава Богу, что у нас здесь, тем более в таких глубинках, это все по-настоящему, это все настоящее. Я семейская была, семейская буду, по семейской сарфа, женца буду. Еще одна тенденция круговой – семейные песенные коллективы. Сложно представить рядом кого-то надежнее, чем твои поющие близкие, считает Игорь Черных из хасуртайского ансамбля «Родник». Это моя мама, значит, есть муж с женой, есть у нас в ансамбле две сестры. И вот мы вчера тоже вечером сидели, разговаривали. Самые крепкие ансамбли получаются именно семейные, потому что, ну, семья никогда не подведет. И это очень надежно. Поэтому, если вы захотите создать ансамбль, ищите родственников, которые поют. Бога дорогая, дорогая, дорогая... На таких же фестивальных посиделках за 8 лет вырос и Артем Кузьмин. Когда-то он впервые приехал в Красной Чекой вместе с бабушкой. Время шло, а протяжное лирическое берущее за самые тонкие струны души песня до сих пор не отпускает. А мы вообще-то из этого района, из Красно-Чекойского, только оттуда из Миндзи. А там семейские родители, у нас семейские. Мы вот как... Я, например, росла, и вот... И так получилось, пела песни в детстве, и вот и пошло. А первый раз на фестиваль мы приехали, получается, они, точнее, приехали, я еще в тот момент не ходил, в 2012 году. В 2014 году уже поехали второй раз, вот тогда я первый раз уже начал к ним ходить. И приехал сюда еще школьником, участником. Ну, а сейчас уже вот являюсь руководителем, уже как 7 лет руковожу коллективом, да. Растет вместе с количеством участников и сам фестиваль. Официально открывая восьмой по счету сезон, губернатор пожелал ему как минимум долголетия, как максимум необъятную географию участников. Семейская круговая – это про людей. Конечно, и закрытые, немножко стяжательные такие, маленечко как бы экономные, но тем не менее они очень гостеприимные. Они всегда радушно встречают людей, всегда гостеприимные просто семейские. Ну, конечно, у них свои есть, его крутасы тоже у них. Вера Садулина, Дарья Пьяникова, Никита Дроздов. Середина земли, Забайкальский край. Мошенники начали использовать себе во благо проблемы с работой Ютуб. Тем, кто хочет пользоваться видеоплощадкой без сбоев, злоумышленники под видом ВПН предлагают фишинговые программы и уже с их помощью похищают личные данные. Все подробности в нашем сюжете. Максим Журавлев на Ютубе уже восемь лет. Сначала это было просто хобби, но спустя время стало частью работы. Мужчина на большую аудиторию вещает о новостях экономики, инвестициях и финансовой грамотности. Когда видеохостинг стал замедляться в России, задача усложнилась. Сайт почти не открывается на компьютере и работает лишь на телефоне. Резкого снижения пока я не наблюдаю, но технические проблемы есть у меня, как у владельца канала с аудиторией 132 тысячи человек. Проблема заключается в скорости загрузки, в первую очередь, с моей стороны. А с другой стороны, многие мои подписчики начинают жаловаться о том, что просто невозможно стало смотреть обзоры мои, мои какие-то ролики, которые я снимаю регулярно. Существуют и отечественные сервисы. Однако пока из-за меньшего количества контента люди не спешат туда переходить, рассказывает эксперт. Здесь я бы еще добавил один нюанс. Дело в том, что вот этот выбор, альтернатива, который есть сейчас, типа ВК-видео, Дзен, Рутуб, другие платформы появляются, это вроде бы с одной стороны хорошо, а с другой стороны это и плохо. Одновременно. Почему? Потому что таким образом вот та подписная масса, условно говоря, те подписчики, те зрители, которые сейчас имеются, они просто-напросто будут растворяться. И это плохо для развития блога. То есть придется большие усилия вкладывать в развитие, например, того же Рутуб, канала на Рутубе, ВК-видео и так далее. То есть вот есть проблемы в этом отношении. Как только с Ютуб в России начались серьезные проблемы, появилось несколько вариантов обхода блокировки. Например, можно установить VPN или даже купить перепрошитый роутер. Аналитики отмечают, что в первой половине августа спрос на них вырос на 40% по сравнению с концом июля. Но в Банке России предупреждают, что такой метод обхода блокировки может быть опасен для ваших личных данных, а значит и для ваших денег. Злоумышленники предлагают воспользоваться различными сервисами, которые позволяют обойти блокировку Ютуба, например, VPN-сервис. Я бы поостерегся использовать данные сервисы, потому что, как правило, они содержат предоносный код и позволяют злоумышленников получить доступ к вашим гаджетам, на которых установлены и банковские приложения, и личные кабинеты, и различные аккаунты. Если вы все же решили рискнуть и воспользоваться сервисами VPN для ускорения работы Ютуб, то эксперты советуют использовать антивирусные программы. Также стоит сравнить отзывы пользователей, не лишним будет и познакомиться с данными разработчика. А вот от перехода по рекламным рассылкам VPN-сервисов лучше уж точно отказаться. Они, как правило, и являются капканами злоумышленников. Дарья Пьяникова, Данил Ботвинский, Антон Носов. Середина земли. Забайкальский край. Бесплатные экскурсии прошли для всех желающих в этнопарке Сухотино. Туристы смогли поучаствовать в раскопках, послушать лекции и присоединиться к созданию масштабного рисунка мамонта. Подробнее в материале Эльшада Сафарова. Археологи говорят, с этого склона начинается Забайкалье. На сегодняшний день все древние памятники, которым более 300 тысяч лет, находятся именно на Титовской сопке. И отсылают туристов во времена до появления неандертальцев. Это еще более древние хомоэректоидные, которые оставили артефакты вот на этом склоне. Там две стоянки. Внизу Сухотино-16, вот такими рубилами очень крупными. И вот выше туда Сухотино-12, Сухотинский мастерская. То есть древний мастер приходил туда, доставал породу с красивым видом, и, соответственно, делал там орудия труда. Стоянки на Титовской сопке – лишь малая часть памятников культурного наследия в Забайкалье. Сотни тысяч лет назад Багуловый край стал местом притяжения древних людей из-за большого количества полезных ископаемых и животных. У нас более 40 тысяч водотоков речных, 15 тысяч озер. Соответственно, у нас 63 хребта, 57 впадин, то есть местность вот такая, да. И больше 40 палеовулканов. Это все дает сырье, правда. Животные есть, камень есть, вода есть. Соответственно, куда бы ты ни шел, то есть не духи определили эту территорию, да, а именно палеогеография совершенно особая вот на этом перекрестке, да, который у нас есть за Байкалом. Узнать, что такое культурный слой и палеолитическое жилище, в чем связь между ивенками, и индейцами, а еще попробовать себя в роли археологов и поучаствовать в раскопках стоянок. Все это желающие смогут попробовать в рамках Дней археологии. Мы покажем мастер-класс, как сделать чум, большой настоящий пятиметровый чум. Здесь будет сделан красивый мурал на входной группе. Самое важное – познакомить жителей нашего города, региона в целом, с уникальным историческим наследием, которое есть в Забайкале. Важно отметить, что в Забайкале, наверное, самое большое количество на всем Дальнем Востоке объектов культурного наследия – это более 5000 объектов, из них около 3000 объектов – это археология. Соответственно, мы понимаем, что это огромное историческое полотно, с которым важно познакомить наших гостей. Бесплатные экскурсии на Сухотино продлятся до 18 августа. Туристы смогут поучаствовать в раскопках, послушать лекции и присоединиться к созданию масштабного рисунка мамонта. Завершится празднование Дней археологии в Забайкалье 18 августа в комплексе «Кадалинские дворцы». Эльшат Сафаров, Антон Носов. Середина земли. Забайкальский край. Это были новости Забайкальского края. Увидимся уже на следующей неделе. Я с вами прощаюсь и передаю слово коллегам из Улан-Удэ. Спасибо, коллеги. Приветствуем зрителей программы «Середина земли». В студии телеканала ТВ-ком Юлия Пермякова. И сегодня мы расскажем вам о событиях, произошедших в Бурятии за минувшую неделю. В Нур-селении открыл новую школу сам президент России. Теперь местные ребятишки будут учиться в комфортных и современных условиях. Наш репортаж с места событий. Открытие новой школы здесь ждали давно. Старое здание было построено более 30 лет назад. Раньше Сужинская школа работала в переуподненном режиме. В прошлом учебном году в ней числилось около тысячи учеников. Кабинетов не хватало, а уроки приходилось вести в две смены и в три потока. Но благодаря строительству этого здания эти проблемы удалось успешно решить. Подарок к новому учебному году ребятам презентовали с участием президента России Владимира Путина. Директор общеобразовательного учреждения Юрий Андреев поблагодарил главу государства за поддержку и отметил, что педагогический коллектив будет с новыми силами готовить детей к их взрослой жизни. Наше село растущее. И теперь у многих молодых семей появятся все условия, чтобы больше рожать детей и делать нашу родину сильнее. Спасибо за поддержку и с праздником! Поздравляю вас с новым учебным заведением и желаю всего самого доброго вам, всему педагогическому коллективу, ну и, естественно, ребятам, которые скоро в школу придут. Всего хорошего! Новую современную школу ждали семьи из нескольких населенных пунктов. Нурселение, Сужи, Сужи-2 и близлежащих ДНТ. Поселок Нурселение, знаете, растущий здесь у школы. Вы слышали в докладе, что на 340 местах по факту больше 900 училось. И сейчас эта школа, конечно, разгрузит и даст условия для учебы. И хотел бы всех наших ребят поздравить с наступающим 1 сентября. Ну и, конечно, сегодня день российского флага, с днем нашего треколора. Школа, построенная в Уусе Нурселения в рамках нацпроекта образования, рассчитана на 550 мест. В ней есть все условия для комфортного обучения. Просторные классы, мастерские, спортивные и актовые залы, столовая, современные компьютеры, интерактивные доски и быстрый интернет. Во-первых, могу сказать только разница. Разница колоссальная. Это как сравнивать небо и земля. В старой школе, конечно, уважение и память. Как-никак воспоминания. Я там целых 9 лет проучился. Но все равно время идет, годы идут. Надо переходить что-то на новое. Россия развивается. И эмоции по поводу новой школы могу сказать, что это даже очень хорошо. То есть даже для моих параллелей, для моих одноклассников это очень даже хорошая новость. В Бурятии с 2017 года по декабрь 2023 в рамках мероприятий по созданию новых мест в школах национального проекта образования и иным программам построены и введены в эксплуатацию 35 школ. В Бурятии принимают ружья для борьбы с дронами на фронте. Только за этот год было сдано более 150 единиц оружия и патронов. Какие калибры подходят и кто чаще других делится личным арсеналом, мы расскажем далее. В Бурятии, как и во всей России, люди охотнее начали сдавать свое оружие в Росгвардию на нужды СВО. Вот и Баттер решил не оставаться в стороне. Мужчина увидел новостной сюжет по телевизору и принес ружье для передачи на фронт. Нужно ружье для борьбы с бесплодным летателем аппаратом, с дронами. А у меня как раз являюсь владельцем оружия, охотником. И у меня несколько ледниц, и одно подходило по требованию. У меня МР-155 12-го калибра. Вот то, что нужно, как раз сказали. Я охотчивая достаточно редко, в принципе, она лежит без дела. Думаю, долг каждого помочь по мере своих возможностей. Принимают в Росгвардии не только ружье, но и патроны к ним. С начала текущего года владельцами гражданского оружия сдано на нужды СВО 173 единицы оружия, а также более 5000 патронов к ним. Тем не менее, в зоне СВО есть необходимость именно в гладкоствольном оружии 12-го калибра, имеющих два ствола, либо магазин. Кроме того, с начала августа в закон внесены некоторые изменения. Теперь оружие, сданное или изъятое, хранящееся на складах Росгвардии или полиции Бурятии более года, уничтожают или передают военным. При этом собственников росгвардейцы уведомлять не обязаны. Руслан Хороших, середина земли, Бурятия. Заглянуть в будущее не получится, ведь оно уже здесь. В парке имени Жанаева прошло торжественное открытие геокупола. Как он выглядит и чем удивляет, мы расскажем прямо сейчас. Становимся участниками праздничного открытия новой, крытой площадки геокупол. Гости мероприятия, малыши и школьники были в восторге. Теперь в их любимом парке можно будет не только гулять, но и посещать интересные интерактивы, выставки и тренинги. Геокупол будет работать и зимой, и летом, и для ребят, и для взрослых. Можно посмотреть и фильмы, поучаствовать в мастер-классах. Я с большим удовольствием хочу презентовать его вам, хочу пригласить вас в геокупол и сегодня, и каждый день. И пусть он будет и местом познания, и местом встречи друзей. Для удобства посетителей вокруг купола обустроили террасу, а внутри провели отопление. В день открытия презентовали несколько мастер-классов. Что тебе здесь в геокуполе понравилось? Вертолеты больше всего. Ага, что за вертолеты, расскажи про них. Да, они летают вверх-вниз, там есть специальное управление, которое вверх и вниз там делают. Еще сюда придешь? Да, мне понравилось очень сильно вообще. Строительство геокупола стало возможным благодаря голосованию жителей микрорайона за объекты народного бюджета в марте этого года. Геокупол станет местом встреч для творческих и креативных людей Улан-Удэ. Олеся Цыкина, Середина Земли, Бурятия. Такие события произошли в Бурятии на этой неделе. Ну а мы передаем слово коллегам из Алисты. Спасибо коллегам и приветствуем всех телезрителей международной программы Середина Земли. В студии национального телевидения Калмыкии для вас работает Наталья Доржиева. Изобретатели из Калмыкии представили свои разработки на Международном военно-техническом форуме Армия-2024. Для Калмыцкой региональной организации, Всероссийского общества, изобретателей и рационализаторов участие в столь масштабном мероприятии – выход на совершенно новый уровень. На сегодняшний день ВАИР представлен практически во всех субъектах Российской Федерации. В Республике Калмыкии также ВАИР активно развивается. И буквально несколько лет, как Калмыцкая региональная организация ВАИР включилась в общую федеральную повестку. И, соответственно, мы стараемся участвовать во всех бизнес-включениях мероприятиях, которые проводятся под эгидой ВАИР. Следуя главному посылу общества – создание новых возможностей для качества жизни населения и развития страны в целом, десятки изобретателей Степной Республики трудятся на благо малой родины, а их разработки находят применение в самых разных областях – от сельхозпроизводства до гражданских нужд. Калмыцкое региональное отделение организации ВАИР на сегодняшний день представлено несколькими десятками изобретателей, но это не предел. Как мы знаем, в Калмыкии очень много пылких умов, которые разрабатывают очень интересные проекты и, соответственно, реализуют их. И задача как раз-таки региональной организации ВАИР и федеральной организации ВАИР – это популяризация данных направлений, популяризация изобретательства, ну и, конечно же, поддержка, всесторонняя поддержка, без исключения всесторонняя поддержка изобретательского сообщества. Молодая компания из Калмыкии, представившая на форуме свои разработки, получила признание экспертов и представителей Министерства обороны страны, которые подробно ознакомились с проектами. За три дня выставки калмыцким изобретателям удалось наладить контакты с представителями ОПК и коммерческих структур, а также учебными заведениями. Ряд соглашений уже находится в разработке. В прошлом году мы открыли эту компанию для того, чтобы производить новейшие информационные технологии, развивать именно у нас, в республике Калмыкия. На данную выставку мы предоставили четыре экспоната, разработанных именно нами, именно в республике Калмыкия. И по одному из этих экспонатов нам предложили от Минобороны протестировать его именно у них на полигоне. Дроны, над которыми работает компания, действительно уникальны и не имеют аналогов. А некоторые из разработок уже используются в Калмыкии. Как, к примеру, агродрон, предназначенный специально для сельскохозпроизводства. С его помощью можно не только обрабатывать посевы, но и бороться с саранчевыми вредителями. Компания «Лати» занимается не только разработками. Также мы производим некоторые оборудования, непосредственно дроны. Разработали сельскохоз-дрон, который несет на себе более 70 килограмм. В России сейчас максимальный вес – это 30 килограмм дроны, которые несут. На 50 килограмм завозятся дроны из Китая. У нас же будет на 70 килограмм, что превосходит все остальное. И он будет зарегистрирован именно в России, потому что он именно собран и сделан нами, в республике Калмыкия. Как делятся представители регионального отделения ВАИР, присоединиться к сообществу может любой изобретатель, вне зависимости от возраста и рода деятельности. Мы, конечно же, принимаем в члены Калмыцкого ВАИР всех изобретателей, без исключения. Но в то же время официально мы это будем делать буквально через неделю-две недели. И, как вы правильно отметили, бывают случаи, когда мы сами выходим, вот как в случае с компанией ЛАЙТИ, мы услышали, увидели их, предложили им взаимодействие, достаточно успешное, на мой взгляд. И так и к нам обращаются. Мой телефон, в принципе, в научной среде, в инновационной среде известен. И, соответственно, готовы работать, взаимодействовать со всеми изобретателями, рационализателями республики Калмыкия. Калмыкия появится новая мастерская по изготовлению буддистской символики. В Листе завершилась пятидневная программа «Мама-предприниматель». За победу в финале конкурса боролись 25 мам. На протяжении четырех дней они проходили бизнес-обучение в центре «Мой бизнес». И в заключении каждая из них представила свой итоговый проект экспертному жюри, в состав которого вошли представители органов власти и бизнеса. Все участницы получили ценные призы от спонсоров и организаторов программы. А главный приезд, грант в размере 100 тысяч рублей, выиграла Регина Тумдутова. Она уже 18 лет трудится в мастерской, выполняя заказы для жителей Калмыкии и других буддистских регионов. Я была самозанята и платила налог как самозанятую. Но здесь мне объяснили, что то, что я делаю сама одна, это тяжело. Во-первых, я не могу взять большой объем, который нуждается, потому что объем большой, но я одна не могу это сделать. И, соответственно, нужно нанимать человека. Чтобы нанять человека, нужно быть ИП. Мало того, что этот, изначально я шла с проектом для того, чтобы люди, которые делают изделия, у них нету своих собственных форм. А так как я уже больше 10 лет это делаю для себя, я хочу, чтобы у нас в республике это популяризировалось, больше национально было. Чтобы вот приехали гости, и они получили подарок, но этот подарок был не как с Монголии или Китая, а именно наш, что у нас изготовили. Это все, о чем мы вам успели рассказать. А сейчас мы переходим к новостям из Якутии. Спасибо, коллеги. Приветствуем зрителей информационной программы «Середина земли» в студии телеканала «Якутия-24» Петр Васильев. Сегодня мы расскажем о самых заметных событиях в нашем регионе за минувшую неделю. Якутское кино снова на больших экранах. В России отметили День российского кино. Якутские кинорежиссеры порадовали этот день зрителей новыми работами. Что вышло в прокат в ближайшее время и чего достиг, якутский кинематограф расскажет и Дарья Короленкова. В 2024 году якутские фильмы не только установили новые кассовые достижения, но и завоевали признания на международных кинофестивалях. Кинорежиссер Алексей Романов, стоявший у истоков современного якутского кино, вновь возвращается с пересмыслением своей дебютной короткометражки 1986 года «Маппа». В центре сюжета – судьба эвенской девушки, отданной в неравный брак с богатым якутским купцом. Вот, участвуя в нескольких фестивалях, фильм получил призы, начиная от Гран-при и спецприза. И сегодня в Оренбурге в международном кинофестивале участвуют наши артисты с этим фильмом. Потом будет «Казань», «Киношок» и еще, возможно, один-два международных фестиваля. Вот, а фильм выйдет в ноябре месяце. В этом году режиссеры продемонстрировали высокий талант и мастерство благодаря упорному труду и творческому подходу. Якутские фильмы продолжают завоевывать признание зрителей и критиков, подтверждая высокий уровень киноиндустрии. У нас режиссеры очень с большим спектром, потому что это разные направления, начиная от комедий, от хорроров и всего остального. И мы будем этого придерживаться. Если, тем более, нам сейчас построят большой павлион полного цикла, вот тогда молодежь будет использовать всю технологию новую. И тогда у нас и сказки появятся, и мультфильмы, и фантазии. Создание анимационных фильмов – это кропотливый, но вдохновляющий интересный процесс. В Якутске многие студии и авторы работают в 3D и 2D форматах, а также занимаются покадровой мультипликацией. Детский телеканал «Току» НВК Сахань не только показывает сторонний контент на национальных языках республики, но и занимается производством собственных анимационных проектов. Вот в нашей студии мы прямо сейчас делаем 3 мультика. Это 10 серий «Току», 10 серий «Айтал он на втах кюс» и 10 серий нового мультика, который называется «Имана. Приключения северной феи». Это получается вообще новый мультик по новому сценарию. Запуске вот всех трех мультиков будет в конце года. В современной технологии XR это как волшебство. В один миг, благодаря спецэффектам, актер может оказаться в другой реальности. В Якутске есть такая студия виртуальной декорации, где используют такие технологии. Например, я могу оказаться у подножия ленских столбов. Эта студия позволяет нашим якутским кинопроизводителям расширить географию своих возможностей. Мы теперь не закованы в какие-то географические рамки. Якутская киноиндустрия быстро развивается. За полгода фильмы собрали более 100 миллионов рублей, побив прошлогодний рекорд. Впереди множество ожидаемых премьер, которые могут стать лидерами проката. Дарья Кароленкова, Нюргун Старостин, Якутск. Узнать основы актерского мастерства, спеть с Надеждой Бабкиной или пообщаться с федеральным министром. А все это было возможно на третьем детском культурном форуме, который завершился в Москве. Мероприятие объединило тысячи талантливых ребят из разных регионов России и зарубежных стран. Они познакомились с мировыми достижениями в области культуры и искусства. На форум приехали и якутские школьники. Чем им запомнился этот грандиозный праздник, узнавал Максим Кардозу. «Открой мир, открой себя» – это девиз третьего международного детского культурного форума в Москве. Две с половиной тысячи ребят из разных регионов России и девяти стран собрались, чтобы прокачать свои творческие умения. В течение нескольких дней они посещали различные мастер-классы по шести направлениям от самых именитых профессионалов. Мы вчера были на мастер-классе Дружинина, и он нас учил в связке в стиле джаз. Мне очень понравилось, но это было очень сложно, потому что я больше народник. Мне очень понравилось, потому что это было в новинку для меня. Мне очень понравился форум. Я успела сфоткаться с Сергеем Безруковым, успела сходить на его мастер-классы, успела сходить на мастер-классы по речи. Сходила на шатер «Идея», там рассказывали, как бесплатно зайти в театр. Якутию на форуме представили 12 девочек. Все они победительницы и лауреатки различных конкурсов и олимпиад. Занимаются вокалом, театральным, изобразительным искусством, хореографией. Чтобы стать делегатом, каждая из них прошла дополнительный отбор. Записали мою анкету, отправили. Но я очень сильно сомневалась в том, что я вообще сюда попаду, потому что сюда поступают очень много заявок. Мне нравится вообще, как преподают здесь мастер-классы. Каждому уделяют внимание. Если тебе не видно, вас переставляют местами. Ты можешь задать любой вопрос, который тебя интересует. И на самом деле вообще не хочется, чтобы это все заканчивалось. Самое главное – это общение с детьми между собой. Они очень много подружились со всеми детьми, которые со всех регионов почти. Каждый день друг другу дарят какие-то подарки, сувениры, обмениваются телефонами. Ну, очень сильно подружились. И самое главное – они хотят уже идти дальше по своим направлениям, когда закончат детские школы искусства, дальше пойти учиться по своим направлениям, либо в консерватории, либо в другие музыкальные заведения. Причем уже есть якутские ребята, которые были участниками детского культурного форума прошлых лет. А теперь они студенты музыкальных и других творческих вузов. Ведь подобные масштабные мероприятия помогают ребятам сделать важный шаг – определиться с дальнейшим своим будущим. Максим Кордозу, Андрей Черкашин, Москва. Предание бескрайней тундры в песнях. Этнический певец Гарпани Салинга вернулся с гастролей по России с проектом «Звук Евразии». Он своим творчеством доказывает, что очень важно хранить свои традиции. В этом ему помогает музыка. Подробнее в следующем материале. Еще 15 лет назад, напевая свои песни, бабушка эвенского певца Гарпани Салинга укачивала его в колыбельной и говорила «Я хочу, чтобы мои песни услышал мир». И уже тогда, будучи совсем еще мальчишкой, Гарпани принял для себя решение – стать певцом и петь на своем родном языке. И бабушка говорила «Гарпани, Галя, Гарпани, Мандалде, я верю в тебя, я верю в тебя, милый мой, я верю в тебя, мой внучок, и благословила меня. И с тех пор я изучаю песни, я пою на родном эвенском языке». Сейчас Гарпани выступает на больших сценах. Поет сам и несет песни своей бабушки, активно продвигая культуру и язык своего народа. Каждое его выступление превращается в фееричное шоу. Национальный костюм, бубен, хамус – обязательные атрибуты каждого концерта. Это музыкальный инструмент, называется по-русски «бубен», по-якутски «дюмюль», по-эвенски «унтун». Эвены издревле его использовали как инструмент, как обрядовый инструмент. Сейчас современные эвены, они уже могут использовать бубен как музыкальную часть, потому что мы на сцене показываем быт и обычаи своего народа. В роду артиста не было профессиональных певцов, но у его предков всегда было особое отношение к музыке. Все свое детство мальчик провел в тундре, кочуя по ней со своей семьей. И по сей день черпает вдохновение, отдыхая у себя на родине, на природе. Ведь именно оттуда и появились все его музыкальные мотивы. В своих стихах и песнях он рассказывает о душе эвенского народа. В его песнях можно услышать пение птиц, звуки ручья, северный ветер и горловые звуки оленя. Совсем недавно певец вернулся с гастролей по России с проектом «Звуки вразии». Гарпани набрал самое большое количество баллов в голосовании среди участников из всей России и присоединился к проекту в качестве шестого финалиста. Всех участников проекта объединяет любовь к этнической культуре и стремление познакомить людей с ней. Заявку подали около тысячи человек. Из них выбрали пятерых людей. Но меня не было среди этих пятерых. Они составили лонг-лист, резервный лист, и там было 35 человек. И из 35 человек народ должен проголосовать и выбрать шестого финалиста. В этом голосе выиграл самый малочисленный народ, эвенский. И не представляете, это чудо. Мы попали в шестерку лидеров, мы попали в финал. Благодаря чему? Благодаря поддержке моих земляков, благодаря поддержке моих слушателей. И мы в нужный момент сплотились и сказали, пусть эвенская музыка зазвучит. Певец признается, что часто путешествует, но душа его всегда тянется обратно домой. И мыслями он всегда там, в своей бескрайней прекрасной тундре, где сердце его поет. Илана Захарова, Станислав Потапов, Якутск. Молодежный центр Нерингре продолжает вести активную работу по проведению мероприятий для творческой молодежи. Накануне он собрал в своих стенах нерингринцев, увлеченных рисованием. За процессом создания шедевров наблюдала наша съемочная группа. Меняемся холстами. Под таким девизом прошла очередная встреча начинающих художников столицы Южной Якутии. Цель задания – в паре создать лучший рисунок на заданную тему, по очереди дорисовывая его друг за другом. Сегодня у нас проходит традиционное творческое мероприятие – обмен холстами. У нас всегда очень большое ажиотажное мероприятие, детям нравится. В общей сложности это достаточно простая механика. У нас по таймеру участники попарно меняются холстами и рисуют по две картины. Сегодня участники рисуют на три заданные темы. Мы их выбрали из десяти представленных. В рандомном порядке первая тема – это мой любимый питомец, вторая тема – монокром и третий – очаровательное красное. Подобные творческие мероприятия вызывают большой интерес не только у увлекающихся рисованием жителей города, но и у тех, кто подобным решил заняться впервые. Я не художник от слова вообще, но узнал о мероприятии, решил прийти, вообще посмотреть, как люди рисуют. Но посадились туда и предложили попробовать свои силы, в кавычках. И вот я здесь. Авторы лучших рисунков получили заслуженные призы и подарки. Также были подведены итоги конкурса рисунков на тему «Я люблю молодежный центр». Иван Лазаренко, Захар Головин, Невенгри. Такими были наиболее интересные темы недели на телеканале «Якутия-24». Ну а мы передаем слово Международному блоку новостей. Здравствуйте, коллеги! В эфире международная информационная программа «Середина Земли». О самых интересных новостях в Монголии расскажу вам я, Ингболт Мунгбайяр, в эфире «Аист Глобал». В Монголии проходит мероприятие в рамках празднования 85-летия советско-монгольских войск на Халхенголе. В местах сражения прошли митинги и военный парад. В городе Чебалсан открыли памятник легендарному маршалу Георгию Жукову. С мест событий наш репортаж. События, определившие ход истории Монголии и России. Именно так отзываются участники праздничных мероприятий о победе советско-монгольских войск на реке Халхенгол в 1939 году. На местах сражения, где основан город в честь победоносного полка отца Монголии Чебалсана, прошли митинги и большой парад. Праздничная программа началась с открытия памятника четырежды героя СССР, герою Монголии Георгию Константиновичу Жукову. Почетным гостем мероприятия стала ветеран боевых действий на Халхенголе, военный медик Цирингин Чимуцирен, который присвоен название заслуженного работника здравоохранения. Это были жаркие дни, тяжелые дни. Мне было 15 лет, когда я попала на фронт. Видели мы страшные. Ребята, раненые от снарядов, молодые, кричали и звали маму или папу в бреду. Мы ухаживали за ними. Вместе со служивцами забирали их с полей. Пришла авиация, с неба летели снаряды. Нельзя забыть такое. Сегодня я очень благодарна всем, кто помнит и чтит эту память. Ветеран военной службы Жамсын Дуран Жаргал принимал непосредственное участие в открытии памятника Георгию Жукову в Улан-Баторе. И сегодня прибыл в Дарноцкий Аймак, чтобы увидеть открытие памятника великому маршалу на местах сражений. Я очень рад этому событию сегодня. Для меня лично это тоже исторически очень ценное событие. Я был заместителем командующего улан-баторским гарнизоном, когда состоялось открытие памятника великому маршалу Жукову в Улан-Баторе. Тогда мы принимали непосредственное участие в открытии памятника. На митинг прибыли участники международного автопробега «Дорогами отцов», который преодолел путь из Москвы в Сумбер, чтобы провести в городах России и Монголии мероприятие чествования героев той битвы. Также приехала большая команда проекта «Память сильнее времени» из Иркутска. Безвозвратные потери советских войск в битве на Холхенголе составили 9703 человека, 2028 из них в списках пропавших без вести. На мемориале советским летчикам возложили цветы и венки в память тех, кто отдал жизни за эту победу. Только на этой территории, вокруг мемориала, погребены 80 советских солдат. События на Холхенголе оказали непосредственное влияние не только на независимость, самостоятельность Монголии, но и в известной степени на исход Второй мировой войны. Поэтому это событие нелокального, скажем так, планетарного значения. Поэтому, естественно, мы должны каждый раз пользоваться поводом, чтобы вспомнить это событие, почтить память погибших, а их было очень немало. Праздничные мероприятия проходят не только здесь, но и в других регионах Монголии. Основные мероприятия пройдут в начале сентября в столице. На мемориале Зайсан будет вложение цветов и венков к памятникам героям-освободителям. Также военные ансамбли и театры подготовили большую культурную программу. 3 сентября на центральной площади столицы Монголии пройдет торжественное мероприятие и концерт, посвященный юбилею победы на Холхенголе. Туяна Лыгденова, Редем Гармаев, Аист Глобал. Торжественным парадом в городе Чебалсан прошли участники совместных монгол-российских военных учений «Селенга-2024». В учениях приняли участие свыше 700 военных, было привлечено 200 единиц техники. Подробности далее. На полигоне Чебалсан в Монголии завершился этап с боевой стрельбой российско-монгольского военного учения «Селенга-2024». В этом году учению придается особое значение – впервые его уровень повышен с тактического на межвидовой. За ходом практических действий совместной тактической группировки войск следили временно исполняющие обязанности командующего войсками Восточного военного округа генерал-лейтенант Михаил Мосулев, начальник генерального штаба вооруженных сил Монголии, генерал-майор Цунберин Гамбамба и первые лица Министерства обороны Монголии. В рамках проведения военного учения совместная российско-монгольская группировка провела контртеррористическую операцию по освобождению населенного пункта, захваченного незаконными вооруженными формированиями. В этом году применялись беспилотные летательные аппараты и дроны, что позволило обеспечить непрерывные и своевременные обнаружения надземных целей противника. Стоит отметить, что штурмовики входят в состав авиационного полка, который является преемником исторических традиций легендарной эскадрильи «Монгольский Арат», которая была сформирована в годы Великой Отечественной войны. «Этот бьет. Все, сейчас эти стреляют, эти перемещаются. Так хорошо. Это все совместные действия. Там тоже такая же ситуация. Видите, да? Как зеркальное отображение. Впервые в ходе учения был продемонстрирован воздушный десант группами специального назначения Вооруженных сил России и Монголии. В ходе учения были представлены новые тактические действия, способы уничтожения противника и управления войсками, учитывая опыт современных боевых действий. В завершении мероприятий состоялось торжественное прохождение механизированных колонн в столице Дарноцкого Аймака. За парадом наблюдались 17 тысяч жителей и гостей Чуйбалсана. На этом у нас все. Увидимся через неделю и передаю слово своим коллегам из Китая. Добрый день. Местные инженеры просминслировали уникальные возможности своих роботов на международной выставке садоводства в Чэнду, где побывали и наши корреспонденты. Отдельная тематика международной выставки садоводства в Чэнду – это возможности сервисных роботов. Они способны на многое – от массажа и приготовления кофе до патрулирования улицы доставки еды. Роботы-курьеры работают во многих городах Китая уже почти три года. По словам производителя, четыре таких робота могут удовлетворить потребности офисного здания на две тысячи сотрудников. Это не только удобно, но и может в обозримом будущем изменить всю бизнес-модель в отрасли. Мы понимаем, что индустрия перейдет от продажи сервисных роботов к предоставлению услуг с помощью роботов, а это две совершенно разные бизнес-концепции. Вместо того, чтобы получать прибыль от товаров, мы будем получать прибыль от услуг. Инновационный центр гуманоидных роботов в Чэнду – одно из мест, где механические изделия учатся ходить и с помощью искусственного интеллекта обретают множество разнообразных навыков. Наши роботы могут понимать человеческий язык. И основываясь на том, что они могут наблюдать, они могут выполнять задания, передаваемые с помощью нашего разговорного языка, без специального программирования. От лабораторного проектирования до производства и, наконец, внедрения в практику, Чэнду теперь может похвастаться полноценной индустрией робототехники. На сегодня это все. Спасибо за внимание. До встречи на следующей неделе в эфире программы «Середина Земли». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова